По даденных соцсетной организацией Аховы здоровья, что год причиной смерти мальт 3 миллионов человек на планете, заявляется заброшенное поветро. Минновитая оно выкликает такие захворывания, как инсульт, инфаркт, рак легких, створяя проблемы для сердечно-сосудистой системы. Основная кредита заброшивания в угольной электростанции, спаливание смете и, беда самое головное, выкиды от аутотранспорта. По информации об основном комитета природных ресурсов и Аховы Новокольного Сиродия, в целом стан поветро у Гомеля оценивается как стабильно добрый. Выключением были только летние месяцы, коли при недохопе опадков и высокой температуры концентрация шкодных речев крыху перевышала нормативы. По многим это вина автомобильных выкидов, у склада яких излучений свинца, альдегиды, канцерогены. При этом колькость авто у Гомеля стабильно повеличивается. На начало 2018 года на территории города Гомеля зарегистрировано более 170 тысяч автомобилей. По сравнению с прошлым годом прирост составил более чем на 5 тысяч автомобилей. Суместная акция экологов и супрацовников Держа Атоинспекции по проверке автомобилей на наявность шкодных выкидов одно из мероприемств в тысня мобильности. Во умовах, коли больше 70% автовладальников игноруют проходжение технического гляда. Такая акция совсем не лишняя. Правда, в даденном выпадку об штрафных санкциях размыва не идти. По вынику наявности проблем водителям просто дадут парады об ликвидации несправностей. Это, правда, актуально. Для этого Сеугоминской области выкиды забродживающих речев у поветора скалли крыху больше 200 тысяч тонн. Ямаль-полова от транспортных сродков. Мероприятие, которое мы требуем, чтобы в обязательном порядке проводили организации, которые используют общественный транспорт. Это замена на более современные новые автомобили, которые меньше загрязняют атмосферный воздух. Ну и, конечно же, ведется постоянный, круглогодичный, ежедневный мониторинг окружающей среды. Одна из самых массовых акций в рамках трения мобильности проходит с уделом студентов Гомельского державного университета имя Франциска Скарины. Флешмоб, концертные номеры и научальные программы. Экологичную культуру необходимо выховать из яцинства, але и в студентской годы зворот до этой темы лишним не будет. Тем больше, что подчас учебы в ВНУ студенты отримуют сведы, и которые у дальнейших да помогут им адекватно оценивать экологичную ситуацию. Мы сейчас через призму обучающую, проводя замеры совместно с нашими представителями из комитета природных ресурсов, показываем студентам, какое количество грязи выбрасывается в наши легкие, и мы понимаем, насколько это негативно, может сказать, на здоровье человека. Олег Синтеров, Валерий Гопанько, телерадио компания Гомель.